Евангелие от Морсея, 25 глава, 30 стих. А негодного раба выброси возьму внешнюю, там будет плащ и скрежет зубов. Мне же эти слова пишут. Вы каждый раз что-то находите, такое, что грозное, страшное, пугаете. Кто пугает? Это пугает Бог, которому имя и любовь. А ты чего пугаешь? За то, что ты не попал туда. В этом заключается его любовь. Если упал электрический провод, и не оградить его, то человек рано или поздно коснется, его убьет, яму огораживает, с крыши что-то сбрасывает, натягивает ленту, чтобы ты не шел. Везде опасность грозит. Я-то ведь стараюсь разъяснить слова, чтобы, слыша простые слова, в жизни, в обиходе, они встречают эти слова. Вы понимали, что у них есть другой смысл. У меня проповеди, если их можно назвать только проповедями, они не классические проповеди-то. Я говорю, что начитывая златоустом, других святых отцов, я могу составить проповедь, это легко запомнить. Но сегодня нужно то, чтобы все вокруг заговорило с нами библейским языком. Дорога. Вот ты видишь, дорога, послышь, дверь. А что дверь? Господь говорит, я есть дверь. Я отворю, и никто не затворит. Чтобы заговорило все, Господь говорит, посмотрите на птиц небесных. Посмотрите. Всюду, везде посмотрите. И поэтому я беру одно слово в этом предложении и разъясняю, в каких вариациях оно употребляется в Библии. Никакие нетрудные слова. Трудные слова, я их сам не знаю, поэтому я вам расскажу. Их учат в институте, запоминают, чтобы напугать друг друга. Трансцендентальное, там начинает где-то язык сломаешь. Я тоже могу выговорить. Коллаборационисты, кто они такие, которые с властями подделались под них и прощают. Ну бабушке это нужно. А вот когда говорится о том, что выброси во тьму, она тоже выбрасывала ненужные вещи. Любая бабушка. Она выбрасывала пищу, которую испортила. Да и много такой выбросила. Даже больше, чем съела. И вот как-то, когда делаешь дело до выброса, и ты сразу подумаешь, а что про это говорит Бог? Что можно выбрасывать? А что нельзя? Чтобы все, что вокруг нас, заговорило с нами. Вот в этом вся важность. Посмотрите, Господь неоднократно говорит, посмотрите. Взгляните. На кресты народа посмотрите, какие у них обычаи. Кто-нибудь поступал со своим Богом. Так, как вы со мной поступаете, говорит Господь Бог. И в самом деле, посмотри, как они чтут своего мертвеца. И как говорит, он живее всех живых. А у нас Евангелие даже не знают. Спрашиваешь, когда читал, не знают. Среди вас есть те, кто Библию ни разу не прочитали. Но если вы уже Библию не прочитали, то не скажете, что вас не учили, что читать Библию нужно. Каждый день читайте. Может, каждое утро читаем. Ну, иногда, причем, побольше. Иногда один стих прочитаем. И дальше я разъясняю. Разъясняю, а потом второй стих. Потом третий. Простые стихи. А сколько за ними скрыто всего? Книга Левит. 26, глава 10 стих. И выбросите старое ради нового. Какое выражение? Старое выбросить надо. Со своей привычки. Замените друзей на новых. Обычай. У тебя было такое расписание. Выброси это все. Рано вставай. Нигде не написано, чтобы долго сидел ты. А Давыд говорит, я встану рано и прославлю Господа. Если один раз только пощекал, а то встану рано. Перемени этот распорядок. Перестаньте стонать. Радуйтесь. Меня Господь спас. Он любит меня. Он открыл мне Слово Твое. И я вот сегодня с утра снова должен вникнуть в Него. Какой же я счастливый. Ложишься спать, а меня Он избрал. Вот этот дом сейчас рухнет. Кто-то газ не закроет. Рванет где-то. А я с Господом. Если угодно, Господи. В этом доме может быть 50 праведников. Нет. Смотрите, сколько отзывов всяких. Может 5 найдутся. Но неужели ты погубишь в этом доме? Газовые баллоны рвет налево и направо. Это бомбы. Господи. Выбрать из нашего сердца все, что не славит Тебя. Там столько разных привычек. С детства мы их впитывали. От кого? От бабушек. Это главный вдохновитель всего нечестия, какое есть сегодня. Доброму-то мало кто научил. Но научили по хозяйству. Передали. А любить-то Господа, любить Слово Божие кто? Книга от Бога мне дана. Как мама вспоминает. Это бактисты могут говорить. Потом бактистское представление. Православные-то не могут так сказать. Он может сказать, как мама водила меня в церковь, бабушка учила свечки покупать. Вот это еще может. Он сподобился, может быть, еще и к мощам где-то съездить. А на это можно сказать, что ищите живого среди мертвых? Вернитесь назад и ищите Господа, пока не поздно. Число 16.37. Скажи Иллиазару, священнику, пусть он соберет кодильницы сожженных и огонь выбросит. Вон. Они пришли с чуждым огнем. Нигде нет толкования, что это за чуждая огонь. Ну не от папироса же они его зажгли в кодильнице. Чуждая огонь. Нет толкования. Ни один толкователь не может сказать, что но этот огонь был не тот, который зажигается. Это определенно. Бывает человек, а я такой пламенный, или начинает вспыхнет, слово скажу сразу. Это чуждая огонь. Огонь гнева. Будем свой огонь зажигать. Огонь любви, милосердия, кротности, воздержания. Огонь дерзости. Сколько слов скажешь? Сразу против. Дерзость это главный порог в человеке, который себя самей ведет дерзко отвечать. Сатана все может делать. И постеться, и даже молиться. Вы не знали, что Сатана молится? Он очень хороший молитвенник. Прямо к Господу. И Господь наш эту молитву еще слышит. Нет, а его слышит. Симон Ионин. Сатана просил. Господь говорит, какая молитва была. И цитирует. Чтобы все он подошел и сказал, Господи, а ты растей. Господь эту молитву передал ученикам. Но это одна молитва. А их там было много. Иногда просят даже. А позволь куда-то войти. И он разрешает. Один дух на небе там подошел и говорит, у тебя там много пророков. Ну, сегодня сказали бы священникам. А разреши я к ним в рот залезу и сделаю, что они все будут лгать. Господь говорит, иди, сделай. Он не только молится. Он стоит рядом, просит. И Бог его просьбу удовлетворяет. А на наши просьбы 20 лет праведник молится Исаак. И не отмечает Бога. И все. А садовым сразу мгновенно услышал, отдал. Почему? А он знает. Он очень хороший психолог. Замыслы Божьи в основном знает он. Вот там касается погубить где-то. А он тут первый. Для кого погубить, на соблазны вести, на блуд. Он первый придет. Он говорит, стопар башмаков. И здорово, а на две, кстати, на виду. Буду ходить и ходить. У него одно есть качество, которому может позавидовать любой. Неустанность. Он никогда не отчаивается. Сатана в отчаяние не впадает. Он непрерывно начинает по-новому. Разрушается стена трещинами. Он хватает грязь, замазывает, штукатурит, перестройка назовет ее. Рохнуло. Он говорит, а теперь демократический строй, строим. Но опять же это вперед, дальше еще выше будет. А у него ничего нигде нет. Он обманывает. Поэтому выбросьте всякие идеи из головы. Я постоянно вам повторяю, у меня есть наработка своя. Я считаю разные идеи. Вот это объединяющая идея, чтобы весь народ сплотил. Раньше было пролетарию всех стран, соединяйтесь. А сегодня-то ведь некуда соединяться, страны брызгутят. А я увидел такое. Дети, воспитанные во Христе. Поспитательный знак. Все в этом. Все силы направьте, чтобы детей воспитать во Христе. Обстановка будет полностью переломлена. Дети, воспитанные во Христе. Хорошо запомните это. Мне потребовался не один десяток лет, чтобы я шлифовать эту формировку. Со всех сторон попытаюсь ее раскачать. Я ее на обсуждение выставлял на конгрессах. Никто не дал опровержения. Все. Лжицы прекратятся. Хорошие следователи, прокуроры, мещенники. Все будет другое. Вторая. Фара Лепоминон. САД. 236. А нечестивые выброшены будут. Как выброшенная термия. Вот и все. Свяжитесь в связке и бросьте в огонь. А не я не буду выброшен. Сегодня еще можно. Торжество православия проклинает кого-то. Кого проклинать-то? Проклинающий, грешник сатану проклинает самого себя. Вот как Серафов говорит. Кого ты проклинаешь-то, а делаешь так, что сатана у тебя учится уже. Перещеголял его. Вторая пара Лепоминон 29.5. Левиты, отсветите дом Господа и выбросьте нечистоту из святилища. Ведь на престоле-то ничего лишнего не положить. А Митру ставят. Я спрашивал священника праздновать. Почему Митру у вас стоят? Никто не может ответить. Там Евангелие, Крест и Ча, что больше ничего не должно быть. Какая же это святыня? Там мало ли что там есть, а еще какие решаются. Раньше помним. Какое послание не придет. Патриарх Пимен был везде. Мы начинаем. Против нейтронного оружия священный дар жизни человека защитить надо. Власти и далее. От этого в Америке читают и понимают. О, попугай повторяет чужие слова. Потому что тут нет нейтронного оружия. И только этим и занимались. Выбросьте эту нечистоту. Из алтаря должно нестечь чистое слово Божие. Без всякой примеси. Вышел, прочитал, благословил. Дается толкование, как толкуют святые отцы. Ниемия 13.8 Он когда обернулся, там храм. При храме пристройки строят разное. И он зашел, но там чего только не потащил один. И я, говорит, выбросил все домашние вещи, то или иное, вон из комнаты. А кто-то бы сказал, ой, какой он гневливый. Да разве верующий так поступает? Я представляю, как он швырял, все в дверь летело. Они боялись и слова сказать. Да сегодня бы одни-таки митры катились, как арбузы оттуда. Награды они какие-то. Мы хотели награды. Правильно. Отпевать кого-то надо, рыдать надо. Народ слова Божия не знает. Разбрелись их по сектам, и большевики куда угодно пошли. Я выбросил. А до Ниемия, ради никого там не было. Они же видели этот храм. И он там беспокойно живет, натащил туда вещи, свои фужеры. Все выбросил, ничего не оставил. И мало того, запечатлел еще. Конечно, можно осудить. А вот сегодня попробуй что-то ненужное выбросить. Как-то надо заговорить. И вы первые судить будете. Вот сейчас поступи так. Вот только задерживаешь, у тебя форма нарушена. И я же уже не на вольные люди. Ну и мало того, еще обсуждают. А ты не обсуждай, сам себя проверяй маленько, когда идешь. Вы когда встречаетесь, говорите, не нужно несите, а что нужно приобрел. Нам осталось две недели вести занятия в университете. Освободитесь от тянет, какие вас опутали. Приходите. Вы не просто теряете много, вы сами потеряетесь. Вы же этого ничего не знаете, что там идет. Выберите время, приходите. Многие не ходят в субботу вечером. Не сходил два раза, наконец, это вошло в привычку. И уже так график свой составляет, под разными причинами, чтобы только в субботу не быть в храме. Вы уже проповеди не слышали, благословения не получили. Даю тебя другой день. Мы идем занять, я говорю, как хорошо, что есть занятия. Как-то уже все к этому подгадывать, чтобы пойти. И поверьте, вы будете очень и очень жалеть, что не слышали ничего. Иеремия 8.1. В то время, говорит Господь, выбросьте с хвости царей. Все Бог повыбрасывает. А сегодня едут, приложите к мощам, разносят, выбросит Бог все это. Ничего этого не будет. Все святыни человеческие, Бог все выбросит. И по небу летел ангел, не где-то посередине неба. И нес вечное Евангелие. Иуды. Вы говорите, царей Иуды, и кости князей его, и кости священников, и кости пророков. Ну, что-то не понятно. Речь идет, конечно, о том, что было святыни. Зачем бы они хранились? Священники, кости. Это прямо мощь, самая настоящая. И все это, Бог говорит, я выброшу. И уже надо остановиться и сказать, Господи, как зацелился горизонт духовный. И везде только, какая ни святыня, хоть маленький, хоть какой-то источник, чтобы пробился, чтобы люди шли. Источник воды живой должен быть. Господь говорит, меня источник воды живой оставили. А выстекли без себе водоемы, и они старались, выстекали, разбитые, как собакка у корыта, которые воды держать не могут. А раз ничего нет, народ изнывает, и теперь он мешится везде по разным септам, куда угодно идет. Иеремия 10.18. Ибо так говорит Господь. Вот я выброшу жителей сей земли на сей раз и загоню их в тесное место, чтобы их схватили. Тут, кажется, все слова понятные. А может быть, это говорит о Болтайском крае? А может, о Барнауле? Я выброшу вас всех, Господь, из ваших мягких домов, теплых. И вслед вас пошли меч. Ни один человек вас там не бить и уважать не будет. Иезекииле 39.3. И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из правой руки. Ни одна ракета не поможет. Ни одного выстрела не сделаете. Все это я выброшу, чем вы хвалитесь. Ну, кто бы мог поверить, что мигом царь трещется от престола, и все рухло. А ведь была полиция, жандармерия, сколько было сыщиков. Как будто никогда ничего не было. Ведь армия, это не два, не три человека было. А она уже была миллионная армия. А если бы эти места применяли к себе, задумывались бы, Матфея 5.13, вы соль в земле. А если соль потеряет силу? Она ни к чему не годна. Ее только выбросить вон. И сразу, а какая я соль? А кого я осолил? А там, где я нахожусь, не гниется все вокруг. Где соль, там строгость порядок. Люди, которые не осоленые, в которые Слово Божие не вошло, они всегда противятся власти мужа над женой. Они обсуждают все где-то. Власти священника, епископа, это гнилье. Там соли нет. Где соль, там склоняются. Я думаю, у нас соли здесь достаточно. Вы заметите, нас Господь как сохранил. Когда началось отображение, победение, кто куда-то, бери в дикции, мы никуда, мы все еще стоим на месте. И я еще раз повторяю, я не знаю, как будет дальше. Я не пророк. Я только знаю, я бы рада молиться, и Бог как-то укажет. Мне бы хотелось по-человечески, чтобы митрополитом был Илларион. Я молюсь об этом потихоньку, Господи, но это будет более твое. Тем более мы его знаем. Он по себе очень и очень добрый. Очень. Такой, что его надо удерживать. Иначе его с собой посередник еще все раздаст. На голой досках спать будешь. Иисус Новин, 13-6. Я изгоню от лица сынок Выбраилевых. Это говорил избранному народу. Евреям надо это почаще было считать. И тогда бы Бог их не изгнал. А они эти слова записали. Потом прочитали. А делали как хотели. И тогда Господь развеял их. Приходит царь. А он может сделать только царь. Кто их был, дошел до Иудея, остановился, вымел их. Потеряли землю. А кто сопротивлялся, всех поколотил. Книга Судей, 2-3. Господь, вот эти разные народы вокруг Вас. Разбойники. Я не изгоню их от Вас. И они будут для Вас петлею. И Боги их будут для Вас сетью. Никуда и нигде на ничего. Сети, передачи, эфирные будут сетью для Вас. Вы будете смотреть телевизор, будете запутывать. Будут продавать для Ваших внуков разные настенные изображения. Вы все будете брать. Игры всякие. Никуда и не денут. Чтобы Вы были прочные. И мы думаем, если бы этого не было, навод бы так не разверщался. Да, там был в раю, да выпал. За кого-то говорят. А Иов сидел на наводной куче из пасты. Все зависит от Тебя. Как ты повернешься к этому? Вот общество пишет не то. А мне никогда это не касалось. Да, пишет, да, не пишет для себя. Потому что земля отверзла уста и поглотила эту реку, которую змей пустил. Тайны клевещущего на ближнего своего изга. Неужто нужно выбрасывать. Если человек клевещет, останови его. Раз, другой не... Он рано или поздно поднимется на тебя. Если он при тебе кого-то поносит, ты не обращайся этим. И язык змея остается в нем. Он на тебя все равно поднимется когда-то. Ты его останавливай, пока до тебя дело не дошло. А он раньше времени тогда на тебя поднимется. Но ты уже будешь знать, что он тебе в отместку это говорит. Осия 9.15 Я возненавидел их, говорит Господь, за злые дела их. Я изгою их из дома моего. Не буду больше любить их. Все князья их отступники. Ну как пророков можно было говорить? Как нас изгонят? Их нельзя отступники. Да ты знаешь, что будет князья? Это князья, это губернатор. Ты посмотри, сколько их в думе бывает. Какие разные советы. Ты на кого язык высовываешь? Он говорит, не я говорю, Бог. Бог. Бог любит Израиля. Мы божеизбранный народ. Бог говорит, ты сгонил вас всех. Я любить больше вас не буду. А чаще мы это говорили. Мы знаем, Бог есть любовь. А что Бог есть не любовь? Почему не говорим? Это Бог всем говорит. Любить вас больше не буду. Потому что вы отступники передо мной. Чтобы по отношению нас этого не было. Иоанн 6, 37. Господь дает обещание после всего, что он не изгонит. Что он не выбросит. Что он нас всегда оставит. Он говорит, приходящего ко мне не изгонил он. Если мы пришли к нему, значит, мы должны молиться. Господи, скажи нам слово Твое. Пошли ли в храм, когда где ходите, молитесь об этом. Господи, я иду к Тебе. Я иду не к каким-то святыням, которые в храме. Нигде не шагтесь по стенам. Не ходите, не покупайте ничего. Стойте и молитесь. И только своим поведением вы уже какое-то сердце можете тронуть. Чтобы не случилось, как здесь сказано. Возьмите и выбросьте во тьму внешне. Не просто выбросьте. Это означает вечно, окончательно, навсегда. И там будет плач. Запоздал и плачет. Крежет зубов. А почему? От невозможности что-либо поправить. Сегодня все это в наших руках. Поэтому оставайтесь на занятии, не спешите. Даже петь только уже выскакивает. Вы уже твердо засохли. Не хотите себя размочать. Петь не можешь, сиди, смотри хотя бы, слушай. Оставайтесь на занятия. Мы одно и то же говорим. Идите с людьми по городу. Закрытой возможности может не быть. Чтобы Господь нас не выбросил, мы должны сказать Ему, Ты избрал нас. Господи, Ты не просчитался. Ты правильный выбор сделал. А выбор это может быть один на сотню. Ибо много званых. Много-много. А мало избранных. А сегодня даже званых нет. А кто бы в церковь не пришел, все избранные считаются. Это лютрий обман. Да не стучится, а то вас с нами. Аминь. Аминь.